Девушки отдыхают 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 Может быть, какой-то дополнительный приз был бы уместен на будущее, потому что я там увидел большее, чем, может быть, сложилось исключительно из оценок, которые получились в итоге. А какова была главная идея и какие задачи ставились перед участниками конкурса? Главная идея была, что ребята увлечённые историей должны популярно и грамотно рассказать и интересно в доступной форме любому обывателю то, чем они занимаются, зачем это нужно, ну и на каком уровне это делают. То есть это должно было быть и научно, и популярно. И вот эти две стези всё время у нас как-то очень сложно соединить, то есть часто за это критикуют академическое сообщество. Да, что либо одни вдарились в чисто популяризацию, а другие, наоборот, ушли и пишут в каком-то птичьем языке. И вот как раз конкурс призывал к тому, чтобы как-то вот сбалансировать эти две крайности. Спасибо огромное. Михаил, вам хочу передать слово. Авторство конкурса во многом принадлежит вам. Именно вы инициировали такую идею. Как, на ваш взгляд, всё прошло? Какой охват получил конкурс? Сколько вузов поучаствовали? Или как это в итоге всё сложилось? Потому что конкурс проводился в первый раз. Да, конкурс проводился в первый раз, и это было немножко волнительно, потому что мы вообще вступали в чёрное поле. Мы не знали, в принципе, как на него отреагируют люди, как будут участвовать и так далее. И меня лично самого поражает тот масштаб, который нам удалось достичь, потому что у нас в стране всего 48 исторических факультетов и 85 вузов, которые готовят студентов по специальности истории. И у нас случился достаточно мощный охват. 49 вузов приняло участие, студенты из 49 вузов. 35 городов подключилось. И это, в общем, вся Россия от Выборга до Дальнего Востока, до Хабаровска, и от Сургута, и до Краснодарского края. В общем, карта вот эта, она вызывает у меня восторг. Не просто действительно получилось у нас с контентом, что называется, потому что мы это проводили первый раз. Я прекрасно понимаю, что ни сами участники, ни жюри еще до конца не понимают, как здесь быть в этом поле. Потому что, как сказал Михаил Аркадьевич, одни люди начинают говорить на птичьем языке, другие уж слишком легко и даже иногда не очень верно с точки зрения исторической науки. И вот у нас в самом конкурсе внутри было то же самое. Потому что одни участники присылали нам, ну, откровенно, вот такие студенческие научные работы, которые, грубо говоря, очень тяжело читать. То есть там все правильно, там все хорошо и интересно, но читать сложно, просто потому что это написано как студенческая работа, научная. А другие уходили в слишком легкий жанр, за которым не было никакой научной новизны и научной точности. Вот, это было сложно, но тем не менее интересно, как люди реагировали. Интересно, что во многих работах видно, что пытались совместить эти две вещи. Мне очень понравилось то, что огромное количество конкурсантов требуют, чтобы им дали обратную связь, объяснили, почему они попали в шорт-лист или почему они не попали в шорт-лист, хотят критики. Мне очень понравилась реакция жюри, потому что у нас изначально была такая стратегия, мы хотели разделить жюри условно на две части. Одно – это представители медиасферы, профессионалы в своей среде, и вторая часть – это ученые. И все живо откликались, и, в общем, у нас и споры, я вижу, среди жюри, такие заочные мы не собирали никакой комитет, но тем не менее были. И видно, что каждый с своей точки зрения подходит, и очень интересно. Ну и, в общем, я думаю, что конкурс удался. Точнее, как, я не думаю, он действительно удался, и все хорошо. – Несколько слов о каждой номинации. Мультимедиа, видео, лонгрид. Ну, лонгрид – это понятно, да? Вот здесь какие-то особенности были, что люди подразумевали под мультимедийным форматом, и как они различали это видео, тоже можно отнести к мультимедийному формату? – Есть, конечно, разница. Смотрите, тут какая история. Мультимедиа – это мы сделали такую номинацию, творческую, что ли, неограниченную, как, знаете, вольный стиль в плавании. Что хотите, то и делайте. Это может быть интернет-сайт, это может быть таймлайн, что угодно. И, естественно, эта номинация, она как бы самая передовая с технической точки зрения, но она же самая сложная в смысле подачи и того, что там делать. Поэтому, собственно, у нас и вышло в шорт-лист всего три работы, потому что остальные были или они, ну, крайне как раз низкого качества получились, или они были, ну, совсем развлекательными, как из какого-то детского журнала, картинки. Вот, ну, то есть это было очень сложным участникам этой номинации. Я думаю, что она самая сложная. Но в итоге в шорт-лист попали интересные работы, мне нравятся. А видео – это как раз такой баланс, это понятный формат. И вот как раз видео, я считаю, это самая лучшая, удачная у нас получилась номинация, потому что там как раз и сочеталась вот эта вот научность и популярность. И там и проще было участникам, и проще жюри, и все как бы понимали, как это оценивать. А вот с лонгридом тоже проблемная номинация, просто потому что как раз вот здесь, ну, большой текст. И вот в жанре большого текста студенты чаще всего или работали так, как они привыкли работать, просто пишем доклад. Или некоторые, мы понимаем, что в студенчестве без этого никуда откровенно халтурили, и присылали просто свой доклад. Но мы видим, что они просто поменяли заголовок, и всё. Но мы старались такое отсекать, и вот в этой номинации очень много было именно докладов, курсовых, работ, что-то вот такого. И они, кстати, в шорт-листы тоже просочились. Вот очень хочу как раз, да, на этой ноте привлечь к нашей дискуссии гуру журналистики Андрея. Андрей, скажите, вы действительно профессионал своего дела. Расскажите, пожалуйста, ваше впечатление от работ, которые вы увидели, каково их было качество, подача, материал. Прошу вас. Спасибо. Вот тут уже заявлялась одна из целей, это, процитирую ещё раз, развить навык будущих историков, рассказывать о своей научной работе неподготовленной аудитории. Вот я как раз та самая неподготовленная аудитория, в отличие от большинства членов жюри, я не обременён высшим историческим образованием. У вас историко-филологическое образование всё-таки. Да, да, но, тем не менее, у меня нет научной степени, и от проблематики, там, 99% шорт-листа, чтобы не говорить 100, я далёк. И это, ну, в моём случае хорошо, наверное, я думаю, меня поэтому и позвали. Смотрел я на это всё глазами наивного, ну, может быть, не наивного, но немножко слегка подготовленного читателя, потенциального адепта. Да, и, собственно, очень был простой критерий. Мне будет интересно читать эту работу до конца, или смотреть этот фильм до конца, или не будет. Вот, и тут действительно обнаружилась неравномерность состава в разных номинациях, и действительно, к сожалению, Лонгрид, та номинация, от которой я ждал больше всего, потому что я работаю в журнале, который, собственно, публикует Лонгриды, и, в общем, в каком-то смысле славен этим жанром, вот тут мне практически не за что было зацепиться, потому что, да, совершенно верно, как Михаил сказал, Михаил Родин, мне, кстати, могу загадывать желание, очень удачно сижу. Вот, как Михаил сказал, очень часто менялся титульный лист, и даже, собственно, список литературы и сноски, всё это выглядело абсолютно как такая хорошая, там, дипломная или курсовая работа. Вот, несколько работ было те, в которых удалось людям, они, по крайней мере, пытались как-то задекорировать это, спрятать и сделать какие-то интересные связки. Я, конечно, их оценивал больше всего. И номинация видео тоже, в общем, она как раз очень хорошо пошла, потому что было видно, что с этим медиа студентам работать интересно самим. И вот тут как раз, по-моему, популяризаторство, как бы, вот, получилось, по крайней мере, у победителей, и, в общем, практически у большинства финалистов всё вышло. Стал бы я работать с этими ребятами дальше? Я думаю, что да, с некоторыми из них, с теми, кто показал самую интересную, и вот показал тот самый способность простыми словами рассказывать о сложных вещах, было бы интересно поговорить, потому что дефицит научно-популярных журналистов, он ощущается не только вот со стороны науки, но и с нашей стороны тоже. Я был бы рад иметь дело с авторами, которые очень быстро и грамотно излагают те же исторические сведения и не путают, там, элементарные понятия. То есть есть перспектива участников конкурса, например, и когда-то опубликоваться в журнале «Нашнолетний». Слово «когда-то» ключевое. Когда-то, да? То есть вот не сейчас, я думаю, какой-то путь ещё нужно будет пройти. Действительно, это очень удачный и успешно прошедший конкурс для первого раза, для дебюта. Думаю, второй год, если всё будем живы, то он покажет ещё более интересные результаты, проведётся работа над ошибками, как со стороны участников, так и со стороны жюри. И вот там, я думаю, уже будет что-то очень интересное. Хорошо, мы тоже будем ждать. Давайте расскажем, какие награды получат финалисты и победители конкурса. Михаил, вам слово. У нас, собственно, мы так посчитали, что награды нужно вручать всем, кто хотя бы попал в шорт-лист. Поэтому мы подготовили со своими партнёрами целый набор литературы, скажем так, исторический и научно-популярный, что будет полезно, я думаю, номинантам, и в том числе и научный. Поэтому все финалисты у нас получат сертификат участника конкурса и комплект книг от наших партнёров. Это «Альпина Нонфикшн», издательство «Наука» и издательство «Слово». А победители? Победители тоже получат диплом. И, Михаил Аркадьевич, расскажите про ваш царский, королевский подарок, я бы сказал. Да. Дело в том, что в этом году, благодаря партнёрству с компанией «Транснефть», мы переиздали, обновили и освежили нашу 60-томную всемирную историю, первые томы, которые уже стали библиографической редкостью. В 2011 году вышел первый том. И поэтому они в обратном порядке публиковались с 6-го к 1-му. Вот первый том на этой неделе отпечатан, к сожалению, не успели мы его принести вот сюда. Но, безусловно, мы всем вручим, по 3000 экземпляров были напечатаны этих книг замечательных. Поэтому там 7 книг в 6-ти томах, но последний том до 100-й век в 2-х книгах. С 3-го по 6-й здесь представлены тома, и, естественно, их вручим. Будем радоваться тому, что они будут применены с пользой победителями нашего конкурса. Кроме того, вы обещали годовую подписку на журнал «Историк». Да, да, да. Журнал «Историк» обязательно обеспечим тоже, да. Ну что же, как мне кажется, самое время сейчас перейти к объявлению. Подождите, мы к вопросам еще перейдем. А можно уточнить? Все-таки работай на корпус, а не как-то тематически. Коллега, мы у нас будет сейчас... Подождите, пожалуйста. У нас сейчас будет... Вы уже торопитесь уходить? Нет. Во-первых, у нас идет видеотрансляция. Вы высказываетесь вне микрофона. Я прошу прощения. Не даете нам закончить. Меня зовут Андрей Шитов, я работаю здесь в ТАСС. Я просто хотел уточнить, прежде чем нам объявят самое главное, я хотел понять, а тематически как-то ограничивалось или на любую тему? Вот что я написал, историк-популяризатор, то и написал. А наша бескрайняя. Конечно, любая тема, которая имеет право на существование в рамках исторической науки, да. Все, хорошо. Уточнили. И теперь можем огласить наших финалистов и объявить победителей. Я приглашаю к микрофону. Андрей, я вас приглашу тогда вот к нашей стойке микрофона, для того, чтобы вы объявили финалистов и победителей в номинации «Мультимедиа». Спасибо. Не слышно, да. Да, да, да. Немножко волнуюсь. Я думаю, что участники тоже волнуются. Итак, я должен назвать тех, кто у нас вышли в финал. В финале три работы. Первая – это «Таймлайн», лента времени перевожу. Евгения Шишки, посвященная русско-монгольским военным столкновениям с 1223 по 1502 годы. Евгений представляет Санкт-Петербургский государственный университет. Второе – это телеграм-канал Тимура Шаипова, в котором он рассказывает об истории и культуре западноевропейского средневековья от поздней античности до возрождения. Тимур представляет МГУ. И третье – это инфографика Ивана Марченко о первом сербском восстании и участии в нем Российской империи. Иван представляет Уральский государственный педагогический университет. И я с удовольствием объявляю победителя. В номинации «Мультимедиа» победил проект Тимура Шаипова, студента второго курса магистратуры исторического факультета МГУ. Ну что же, мы под аплодисменты приглашаем Тимура к микрофону. Тимур, расскажите буквально несколько слов о своем проекте. Расскажите, какова была, какая была задача, как вам удалось реализовать, что ценного в вашем проекте. Спасибо большое. Ну, проект возник довольно так случайно. Мы с другом собирались развивать какой-то телеграм-канал такой широкой гуманитарной направленности. Ну, а потом, так как я на тот момент учился, по-моему, да, это было на четвертом курсе, то есть это в 2018 году. То есть, соответственно, канала уже больше полутора лет. Вот. Ну и тогда я подумал, что, возможно, лучше будет как-то это связать с моей стезей, с историей. И вот. Первоначальный канал был, как бы, посвящен в основном средневековой музыке, потому что это была тема, которая, как бы, такое мое хобби. Вот. И потом уже дальше я начал добавлять какие-то такие коротенькие заметки, подбирать иллюстративный материал. Вот. На данном этапе у меня уже около полутора тысяч подписчиков. Ну и, естественно, такая награда и победа вот в этой номинации дает такой заряд мотивации для развития дальнейшего этого канала. И хочу поблагодарить организаторов конкурса. И, ну, в общем, вот. Спасибо большое. Да, я уверена, что у подписчиков прибавится, так что развитие точно будет. Спасибо огромное. Пока делаются у нас памятные фото, я предлагаю перейти к рубрике, прошу прощения, к номинации видео. Михаила Родина пригласить для оглашения финалистов и, конечно же, озвучить победителя в этой номинации. Я сам выбрал себе награждать людей в этой номинации, поскольку много лет работал на телевидении. Ну, поскольку вы телеведущие. Да, и мне это очень близко все. У нас вышло пять человек в шорт-лист по этой номинации. Это работа «Женщины древней Греции», автор Екатерина Бузурнюк, которая представляет Государственный академический университет гуманитарных наук. Второй номинант – это «Аддыгские посольства в Москву», автор «Ислам Паштов», «Кабардино-Балкарский государственный университет», «История хетов по Супилу-Лиумам», автор Валерий Иванов, представляет МГУ, и работа «Как создать себе монастырь», «Инструкция из Византии», автор Полина Петрова, МГУ. И еще последний номинант – «Успенский Трифонов монастырь в XX веке», автор Андрей Евшин, «Вятский государственный университет». Очень драматично у меня победитель оказался на следующей странице. И побеждает в этой номинации работа «Женщины древней Греции», Екатерина Бузурнюк, студентка первого курса мегастратуры исторического факультета Государственного академического университета гуманитарных наук. Поздравляю. Поздравляем аплодисменты. Я так понимаю, что Екатерина сегодня, к сожалению, не присутствует, но может быть тогда мы финалистом кому-то. Да, насколько я понимаю, у нас сегодня здесь в зале Валерий Иванов, один из финалистов, и вы можете выйти к нам, принять наше поздравление, высказаться, если хотите. И как раз попрактиковаться вот в этом навыке, да, как мы говорим, говорить о своей научной работе, вот с аудиторией на площадке агентства ТАСС. Огромное спасибо за предоставленное слово. Формат видео – это довольно сложная работа. Вот просто в моем случае там работали два человека. Я и моя однокурсница Елизавета Карпукова. С моей стороны была задача предоставить именно научный контекст, потому что история хетов – это как бы и есть моя специализация, и сделать текст, сделать визуальный ряд. А с ее стороны было расставить это вот в том порядке, в котором это было бы интересно, и придать этому форму именно такую удобоваримую. И это, мне кажется, в каком-то смысле решает ту проблему, о которой сегодня говорили, о совмещении именно научного и популяризаторского слоя при составлении какого-то контента. Далее, как возникла вот именно того видеоидея? Идея вышла из ошибки. Ошибки именно допущены при работе в популяризаторской деятельности. У меня есть проект «Глиняный конверт», страница ВКонтакте, где размещаются материалы об истории Древнего Ближнего Востока. И там как раз вот с одним из царем Супиуллиум вышла ошибка. Статуя не того была указана. И тогда родилась идея того, что можно рассказать о всех царях с таким странным именем Супиуллиума и как-то вот такое видео создать. Идея была такая. То есть совмещение того, что было бы интересно самому человеку, плюс того, что было бы интересно, так сказать, широкой аудитории. Да, я хочу еще... Видео такая. Да, я хочу еще отметить, что вот вас от девушки, занявшей первое место, отделяет одна десятая доля балла. И я вот, например, был страстным поклонником того, чтобы вы выиграли. Мне ваш проект понравился больше всего. Спасибо. В баклавриате мы учились вместе на одной кафедре. Мы заканчивали. О, замечательно. Так складывается, что... Это совпадение случайное. Так что все не случайно. Стоите в микрофоне. Поэтому я вас поздравляю. Собственно, вы не избежите награды. Это все вам. И я считаю, что даже выход в шорт-лист, тем более с таким небольшим отрывом, это уже победа. Особенно учитывая, что откроют тайну и у нас в редакции. Еще были люди, которые болели за вас. Поздравляю. Ну что же, и речь достойно аплодисментов. Как профессионалы медиа, тоже могу сказать, что все, конечно, данные для формата видео у вас совершенно есть. Так что совершенствуйтесь и успехов в дальнейшей вашей деятельности. Переходим к номинации «Лон Грит». Я к микрофону приглашаю Михаила Аркадьевича Липкина. Будьте добры, расскажите нам, кто были те финалисты и кто же победил в этой номинации. Ну, номинация «Лон Грит» предполагает самый длинный список, поэтому я его не озвучу. Битва разворачивалась среди семи, в общем-то, людей, которые вышли в шорт-лист. Это проект «Контркультура Средневековья», автор Давид Битиев, «Северо-Асетинский государственный университет». Это «Необычная, обычная усадьба грузины», автор Елизавета Росинькова, «Тверской государственный университет». Это еще одна сильная работа из того же университета, «Портный промысел» или «Зачем Тарапецкому уезду столько меда». Автор Мария Карпова, работа «Образ Турции» в работах в Советской дипломатической миссии 1922-1923 года, автор Екатерина Олейникова из МГУ. Работа «Праздники с имперским размахом», автор Арина Новикова, Высшей школы экономики. Текст «Армия Вестфальского королевства», автор Сабир Яникеев из Санкт-Петербурга государственного университета. И работа «Искать закономерности», такая интригующая. Автор Дмитрий Мачалов, Оренбургский государственный педагогический университет. Наверное, здесь, не знаю, члены жюри скажут, то есть, я думаю, самый большой был разброс во мнениях, но, тем не менее, то есть, должен сказать честно, ну вот, даже я голосовал, да, то есть, я никакого влияния на итоги голосования не оказывал. Вот, было очень сложно, я немножко, как бы, для себя тоже распределил конкурсантов, но победил тот конкурсант, вот, как бы, которого я никоим образом не продвигал. Я тоже. И у меня был другой кандидат. То есть, ну вот, это чисто демократия при голосовании. А была какая-то открытая дискуссия, или члены жюри просто голосовали, тайное голосование было? Тайное голосование, да, мы отправляли каждому члену жюри работы вместе с... Какие-то аргументы жюри высказывало за ту или иную работу? Они написали, кстати, это важно, и я думаю, что мы потом после конкурса донесем до всех участников. Все участники, которые входили в шорт-лист, во-первых, на их работу написали рецензии специалисты в той узкой отрасли, про которую они писали, и плюс еще некоторые члены жюри высказали свое мнение конкретно по каждой работе, и мы это все донесем до участников. То есть я бы сказал, я нескольким работам поставил высшие оценки. То есть я сам не мог выделить самую-самую среди тех работ, которые там были представлены. И по итогам голосования жюри в номинации побеждает работа необычно-обычной усадьбы грузины. Елизавета Рысенкова, Тверской государственный университет. Поздравляю. Елизавета, вам слово. Победа Елизавета. Расскажите потом несколько нам слов, нам будет интересно о вашей работе. Дипломы, книжки, и, в общем-то, я даже не знаю, как вы их понесете, может, вам молодые люди помогут. Скажите, спасибо, что нет еще первых томов, но мы их вам обязательно доставим, если вы заедете в институт, предоставим. Елизавета, ну скажите нам несколько слов. Конечно, скажу. На самом деле, первый раз я очень удивилась, когда увидела шорт-лист, второй раз я очень удивилась сейчас, и к тому же письменная речь для меня вещь более простая, чем речь устная, поэтому простите, если что-то я буду говорить не так. Идея, как и у многих, выросла из работы, которой я сейчас занимаюсь, научно-учебной работы из моей будущей магистрской диссертации. Я пишу ее обо всех усадьбах Торжокского района. Это моя родина, Тверская область, Торжокский район. Усадьба грузины – одна из самых интересных на этой территории усадеб. И сейчас она в таком состоянии, что мне подумалось, что, может быть, эта работа, эта научно-популярная статья, значит, ее будут читать люди, поможет хоть как-то рассказать большему количеству народу об этой усадьбе, и, может быть, как-то сдвинет с мертвой точки то, что мы видим сейчас относительно ее состояния. Как-то так. То есть реставрация, там требуется серьезная реставрация. Ну, возможно. А работа, кстати, вот эти работы, где вы надеетесь их увидеть, или мы можем где прочитать, например, из рубрики «Лонгрид»? Все работы, которые вошли в шорт-листы, они опубликованы у нас на сайте, на журнале «Прошлое.ком». Их можно почитать, и в ближайшее время всех финалистов мы еще раз перевыложим. И потом, я думаю, что мы будем привлекать какое-то время, мы еще будем привлекать внимание. Елизавета, а какие-то региональные издания предлагали им уже свою работу? Может быть, вы где-то напечатаны уже? Нет, исключительно какие-то научные статьи в сборниках студенческих. Ну, вот смотрите, теперь уже с этой наградой вам будет легче предлагать эту работу. Да, и вот, может быть, совет от Андрея, от профессионала какой-то дадите. Елизавета, я вас познакомлю, если вы не против, с Вадимом Разумовым, автором блога, посвященного русским усадьбам. Он, несомненно, был много раз в Тверской области, и в Грузинах тоже был. И он как раз как блогер воспользуется тем научным потенциалом, который есть в вашей работе. И я думаю, вы отлично поработаете в соавторстве. Я буду очень рада. Спасибо. Это сейчас происходит замечательный, на самом деле, момент, потому что мы декларировали как одну из целей конкурса. Во-первых, познакомить талантливых студентов с научными сотрудниками, директорами институтов, у которых они, возможно, будут работать. И, с другой стороны, познакомить с медиа-менеджерами, у которых они тоже, возможно, будут работать. И вот всё получается. Это мы сейчас наблюдаем. Елизавета, спасибо вам огромное. Ещё раз вас поздравляем. Спасибо. Я, как понимаю, что в конкурсе был также приз зрительских симпатий. Михаил, расскажите, пожалуйста, кто же те зрители, то есть кто профессиональные жюри, мы поняли, кто были теми самыми зрителями, которые голосовали. Это очень интересный пласт-конкурс. Все работы, как я уже сказала, мы опубликовали и в соцсетях объявили голосование. Там была целая буря эмоций, как всегда, во время зрительского голосования, судя по всему. Там на местах, что называется, кипели страсти, люди призывали за себя голосовать. Там были целые акции информационные, там «Не посрамим вятгу». Вот, в общем, очень серьёзно всё это происходило. Тысячи людей приняли участие в голосовании. Вот, и как всегда у нас получается, вот мы все здесь сидим, у всех были свои фавориты. У зрителей тоже фавориты свои и тоже другие. Мы точно так же наградим победителя в конкурсе зрительских симпатий сертификатом и комплектом книг, точно так же, как и всех участников шорт-листа. И в народном голосовании у нас победило видео «Успенский Трифонов монастырь в XX веке». Автор Андрей Евшин. Вятский государственный университет. Поздравляем. Я надеюсь, где-то сейчас не пострамили, да, университет. Отрадно, что вот мы говорим о битве исторических факультетов, и у нас на площадке присутствует представитель исторического факультета, не только исторического, а такого вуза, самого главного вуза страны, я позволю себе сказать. Я приглашаю к микрофону доктора исторических наук, заместителя декана исторического факультета МГУ имени Ломоносова Владислава Сергеевича Житинёва. Владислав Сергеевич, рада вас приветствовать. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, как ваши студенты восприняли объявление конкурса, и интересно, это было как добровольно-принудительно, или всё-таки сами студенты действительно решили принять участие? Спасибо. Я думаю, что наши студенты и студенты других исторических факультетов согласятся со мной. Я сейчас буду говорить совершенно с другой стороны, не со стороны уважаемого жюри, не со стороны студентов, а со стороны преподавательского сообщества. Исторические факультеты не принимали участие в организации студентов и не рассказывали им о том, что такой конкурс есть. Мы узнали об этом от самих студентов, причём уже на том этапе, когда студенты в этом участвовали и узнавали об этом в основном случайно. Наши студенты, как выяснилось, прекрасно знают журнал «Прошлое». Они замечательно, конечно, знают National Geographic и, естественно, академические исторические институты. И вот эта вот инициатива, которая прошла мимо такого специального организаторского участия исторических факультетов, мне кажется, это очень хорошо, потому что студенты всё это делали не просто добровольно, а это был их интерес, и нам теперь будет интересно, я думаю, на самых разных исторических факультетах посмотреть, что за студенты, что за темы, какие темы и какая подача материала вошла в шорт-лист. И огромное, конечно, большое спасибо организаторам. Нам очень интересно теперь будет всё это проанализировать и обсудить. Спасибо. Спасибо огромное. Да, мне кажется, как раз такой первый опыт проведения говорит о том, что конкурс, я так понимаю, станет точно совершенно ежегодным. Да, всероссийский он уже состоялся. Да, Михаил, если можно, несколько слов о ваших планах. Будем надеяться, да, что он будет повторяться, и будет повторяться неоднократно, особенно учитывая, что после вот таких результатов, которые, я считаю, хорошими у меня лично, появился азарт. Я уже понимаю, что нужно делать не так, я уже понимаю, где лучше докрутить, чтобы было ещё интересней. Понятно, что мы теперь по итогам конкурса будем проводить какие-то, может быть, мастер-классы и заранее, то есть обучение какое-то организуем для тех людей, которые захотят участвовать в дальнейшем. Понятно, что мы проведём разбор полётов в свой организационный. Очень мне понравилось то, что сказал Владислав Сергеевич, то, что, оказывается, снизу обо всём этом узнали, потому что мы, Михаил Аркадьевич, не даст соврать, мы очень сильно волновались, как сделать так, чтобы не было ощущения, что мы сотрудничаем с какими-то вузами, а их, я напоминаю, 85, и наверняка бы у нас какие-то московские вузы получили бы преимущество. Мы вот очень как-то не знали, как вообще быть с вузами. Сейчас я понимаю примерно, как это делать. Как в итоге распространяли информацию о конкурсе? Да. Мы в итоге распространяли по социальным сетям, в первую очередь. То есть то, где общаются студенты, туда мы и зашли. И, в общем, оказалось, что это совершенно верная мысль. И я думаю, что второй конкурс будет гораздо интереснее, и правильно сказал Андрей, и работу будут гораздо лучше, поэтому я очень вдохновлён. Что же, мы вам этого искренне желаем. Коллеги, да, конечно. Я тоже хотел добавить, что да, как раз этот момент был, и тоже вот мы думали, и вот отрадно, что такое понимание и нормальная совершенно реакция со стороны исторических факультетов. Кстати, второй момент ещё был по поводу названия конкурса. Вот некоторые представители даже исторического факультета мне говорили, ну всё здорово, Михаил Аркадьевич, только вот зачем слово «битва»? Мы за сотрудничество, мы за дружбу. Но всё-таки, вы понимаете, у нас же тоже и немножко медийный формат, и всё-таки конкурс, но в итоге, что действительно нет никаких тут грязных технологий, то есть в итоге победила дружба, и наоборот, здесь встречаются студенты совершенно разных вузов, факультетов, и все абсолютно нормально друг к другу относятся. Вот мне кажется, что идеально получилось. Всё-таки звучно, но вот оно должно быть, такое кетчее название. Я напомню, нормально абсолютно. Отлично. И я на самом деле не вижу в этом ничего плохого, потому что агональный дух, он должен быть в любом конкурсе, особенно присуще в студенчестве. Я бы хотел отметить, что у нас, мне очень нравится то, что в некоторых вузах это получилось действительно битвой, я потому что вижу, что некоторые вузы особенно активно участвовали. И, например, вот у нас тут, мы из многих городов упоминали вузы, но некоторые всё равно не попали в шорт-лист, но хотелось бы про них сказать, потому что оттуда пришло очень много заявок, там у некоторых 5, 6, 8 даже заявок. Надо отметить МПГУ обязательно, который принимал участие, активное участие. И я благодарен тем людям, которые от МПГУ принимали участие. И Северо-Осетинский госуниверситет тоже активничал. И это хорошо, я хочу, чтобы просто эта работа была замечена. Поэтому обязательно хочу сейчас это сказать. Андрей, я хотела тоже вам слово, будет ли National Geographic также в следующем году поддерживать конкурс, присматривать для себя авторов будущих? Михаил правильно сказал, азарт появился, он просто приходил по мере ознакомления с каждой новой работой, а вот здесь уже такой апогей этого чувства. И на этом апогее я хочу, воспользовавшись микрофоном, выразить, говоря студенческим сленгом, выразить респект прошлому, потому что проект, который вы начали с нуля совсем недавно, вот осенью... Летом. Ну да, я об этом узнал как раз, по-моему, в конце августа или в начале сентября. И, честно говоря, я даже в принципе не мог представить себе, что будет такой охват и будет такой интерес. И, конечно, этим надо воспользоваться, я это понимаю, как медиа-менеджер. Вот, возможно, даст Бог, действительно, после нескольких сезонов этой битвы у нас появятся квалифицированные кадры популяризаторов, и я их жду. Благодарю вас. Коллеги, если есть вопросы к нашим уважаемым спикерам, вы можете их задавать. У нас есть два микрофона. Подходите к микрофону, представляйтесь, задавайте ваш вопрос. Один вопрос уже был задан, нарушая регламент нашего мероприятия. Да. Если есть вопросы, можно смело это сделать. У меня пока, на самом деле, есть вопрос, хотя у нас не так много времени. Вот ко всем организаторам и членам жюри я хотела бы задать вопрос. Было ли, вот какой исторический период или какое историческое событие студенты даже, может быть, не чаще всего обращались, но, может быть, были какие-то работы особенно интересные. То есть, вот что-то можно выделить, каким периодом обращались, или какие-то исторические события, которые интересовали их больше всего. Вот здесь можно выделить. Я понимаю, что огромный пласт работ, но что-то вам запомнилось лично, вот вам самим? Михаил Аркадьевич, начнете. Ну, знаете, я бы, наоборот, хотел сказать. Поскольку, я так понимаю, ограничений же не было, правильно? Ограничений не было. Но, как бы, тема, которая, вообще-то, мне как-то изначально казалось, что, ну, как вообще такая тема может дойти до шорт-листа, была подана так блестяще и так великолепно. Вот, ну, вот, что я был поражен. И, как раз, в общем, на это конкурс и был рассчитан, что, в принципе, человек, как бы, вот, если он действительно с любовью и интересом относится к любой теме, он может ее преподнести как конфетку, вот, вот, как бы, ну, может быть, у Михаила есть анализ по тому, какие там больше периоды, вот, если брать всю массу заявок, как бы, какой-то был там перевес пользы какого-то периода, я не знаю. Да, поскольку сложно даже сориентироваться нам той неподготовленной аудитории. Дело вот в чем. Я-то как раз, видимо, вы от меня не дождетесь того, чего хотите дождаться, просто потому что, на самом деле, и меня это поразило, что разброс тем был очень большой. И если их там распределять, они были очень мелкодисперсно разбросаны. И мне это нравится. Я как раз считаю, что это правильно. У нас было большое количество кривейческих работ, некоторые из них попали в шорт-листы. У нас было большое количество работ, посвященных каким-то далеким цивилизациям, древним цивилизациям, вроде хетов, тех же самых упомянутых здесь. У нас была работа про иезуитов в Японии. И у нас были работы по советскому периоду, по монгольскому нашествию. Мне как раз нравится, мне кажется, что это говорит о том, что современные студенты не замыкаются в каких-то рамках. Они хотят познавать мир целиком, во всей его совокупности. Я считаю это очень правильным. Я считаю, что только так и нужно мир познавать. Потому что если ты не видишь окружение, ты не видишь контекст, ты не понимаешь себя, ты не понимаешь свою страну. Я хотел бы это отметить. Я считаю, что нормальный историк, он как раз должен видеть широко в контексте мировую историю. То есть на будущее в конкурсе не предполагаете ли вы как раз градацию вести по историческому периоду? То есть именно таких номинаций придерживаться, как сейчас? Или есть какие-то мысли, поскольку вы говорите, очень много работ. Нужно ли их так ранжировать или не стоит? Мне кажется, нет. Мы как раз тогда будем загонять людей в какие-то рамки. И не будет свободы творчества. Будет ли отдельная номинация? У нас в следующем году мы празднуем 75 лет со дня Великой Победы. Будет ли отдельная номинация? Есть ли такие мысли? Честно говоря, об этом не думал, но я думаю, что почему нет? Если мы становимся ежегодными, да, наверное, нам уже нужно реагировать на какие-то юбилеи, информационные поводы. Если можно, я хотел добавить, что по поводу первой номинации, все-таки, мне кажется, там немножко надо разделить как-то. Вот я не знаю как, потому что мне кажется, что все-таки... Медиа вы имеете. Да, сравнивать телеграм-канал и вещи, которые, то есть, совершенно очевидно, конкретно делались под этот конкурс, пусть там даже были вот ошибки, но все-таки они совершенно разноплановые, понимаете? Вот я вот, например, хотел ответить по монгольским делам работу. То есть у меня замысел, самопонятно, я посмотрел, сколько человек потратил времени и как он это пытался системно представить. И совершенно по-другому визуализация этого, вот картинка этого периода возникает. Да, там были ошибки, да, там были как бы вот отмечены, они были в мнениях экспертов и так далее, но замысел был, по-моему, потрясающий, и я такого вот таким вот не сталкиваюсь, честно говоря. А я еще хотел рассказать именно конкретно, ну мы теперь уже имеем право об этом говорить, поскольку объявили всех кандидатов, и работа про столкновение с монголами не стала победителем, поэтому мы, не привлекая к ней внимание, не, скажем так, не агитируя за нее, можем рассказать, что там как раз была прекрасная история о том, что это действительно большой труд, и нужно было перелопатить большое количество информации. И рецензент, когда нам, Юрий Калишов, по-моему, это был, который прислал рецензию, он, ну, почти разгромил эту работу. Нет современной литературы, там непонятный принцип подбора вот этих битв самих, которые перечисляются. Нет важнейших работ Селезнева, которые нужны были при рассмотрении этой темы. И потом мы это все выкладываем, мы такие думаем, ну, будем честными, все опубликовали. Вот, и тут в комментариях, в соцсетях появляется Селезнев, который говорит, несмотря на то, что работу обвиняют в том, что она не использует мои труды, я считаю, что это интересная работа, и что подход хороший, и так далее. То есть там у нас возникали такие интересные драматургические вещи, которые очень радуют. Это жизнь, конкурс жил жизнью. И еще тогда вопрос о планах, о развитии конкурса. Какую реальную поддержку со стороны организаторов, участники все-таки, на какую поддержку могут рассчитывать в будущем, чтобы битва из ТФАКов не осталась в рамках только исторических факультетов, а вот эти работы, вот эти труды дошли как раз до той самой, вот до нас, до неподготовленной аудитории, то есть помогать действительно мультимедийным, ну, как-то, ну, пиарить, да, вот если медийным языком. То есть какие-то есть проекты, может быть, по привлечению еще каких-то структур, там, вузов еще или каких-то медийных структур? Ну, смотрите, у нас же были не только спонсоры, которые нам книжки предоставляли, у нас были еще информационные партнеры, а некоторые из них как раз это медиа, то же самое National Geographic, то же самое Мел, тот же самый Anthropogenes.ru, и они тоже следили за этим конкурсом, они видят этих конкурсантов, и я думаю, что с кем-то из них им интересно общаться. Вот мы сейчас уже увидели, что Андрей предлагает посотрудничать с блогерами, с известными, поэтому, естественно, мы, что называется, keep in touch, и как бы мы будем с ним сотрудничать. Да, я уточню, что Вадим, о котором я говорил, это не просто блогер, он постоянный автор нашего журнала и нашего сайта, поэтому я абсолютно уверен, что если коллаборация получится, то мы ее опубликуем у себя, вот уже будет первая ласточка. Вот уже будет первый результат, отлично. Да, если есть вопросы, то, да, прошу, коротко, то время совсем. Коротко, да, во-первых, извините, что я влез, я действительно не мог поверить, что не было никакого деления, уж не говоря, вы почему-то все время все равно, так сказать, деление по периодизации, но там русская история и нерусская история, мне кажется, даже в России, в принципе, ну, исходно, наверное, надо было делить, потому что, ну, понятно, что в основном, наверное, наши ребята занимаются своей, вот. Но, тем не менее, это вам виднее. Ну, вот как организаторы отметили, что нет. Я бы не сказал даже, что большинство, не уверен, что большинство работает. Да, вам виднее, как организовывать конкурс. Я вас поздравляю с этим замечательным началом. Я желаю успешного его дальнейшего продолжения. А вопрос у меня, на самом деле, изначально был конкурсантский. Я сам тут написал, я напечатал в ТАССе текст, только что, про декабристов. Значит, и тезис, который заключался в том, поскольку я всю жизнь занимался Америкой, что Америка – это страна победивших декабристов. Вот. Я хочу приватно с кем-то там из вас потом это обсудить, просто я не знаю, кому из вас эта тема ближе, поэтому задаю этот вопрос всем, кто мог бы что-то про нее сказать. Поскольку одно из главных навыков нашего журнала «Прошлое» – это поиск специалистов по разным узким темам, обращайтесь, и мы за кулисами вам подскажем, к кому обратиться. Я даже уже примерно представляю, кто из специалистов-историков может заинтересоваться этим вопросом. Ну что, раз мы уже заговорили о закулисе, я хочу уже завершить нашу официальную часть, поблагодарить наших уважаемых гостей, победителей, и также поздравить всех, кто вышел в шорт-листы, финалистов, пожелать удачи конкурсу, его развитию, и, конечно, пригласить вас снова на площадку агентства ТАСС для объявления старта нового конкурса. Коллеги, вам спасибо за внимание. Итак, пресс-конференция завершена. Спасибо. 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 Спасибо.